прошло некоторое время с тех пор как я начал заниматься этим аккумулятором и имеем кое-какой результат вот сейчас его покажу итак берем наш тестер меряем напряжение на клеммах все помнят что было 10 5 вольт стало 1277 аккумулятор заряжался до конца не заряжен и заряжался он на малых токах последнее время 10 часов током 1 ампер проводим мой любимый тест по определению исправности аккумулятора экспресс-методом макаем щупы первую банку 2.13 вторая банка 2.13 третья банка 2.13 предпоследняя 2.13 последняя 2.12 что это значит что наша банка ожила это было предисловие а теперь я напомню краткую историю этой аккумуляторной батареи батареи всего год она практически новая перестала по утрам заводить автомобиль по той причине что аккумулятор за ночь полностью разряжался первичная диагностика показала что аккумуляторная батарея полностью наглухо засульфатирована сильнейшая сульфатация при этом аккумуляторная батарея никаким образом заряда брать не хотела продавец аккумуляторной батареи отказался менять аккумуляторной батареи по гарантии и владельцу пришлось купить новые аккумуляторные батареи а эта батарея попала ко мне в руки напомню что 90 процентов аккумуляторных батарей выбраковывается вполне исправными просто их надо правильно обслужить чем аккумуляторщики продавцы аккумуляторов категорически не хотят заниматься они хотят продать новую аккумуляторную батарею. это их цель. так вот это видео сегодня очень поучительное о том как восстановить аккумуляторную батарею и не покупать новую! первым делом конечно же сливаем электролит... вот он получился такой мутненький похожий на самогон. на первачок. аккумуляторную батарею я, в данном случае, не промывал... потому что у этой аккумуляторной батареи не было саморазряда. вернее, саморазряд у нее я был и очень сильный, но он был по причине того что была закорочена одна банка которая находится возле плюсовой клеммы но так как были проведены действия по раскорачивание этой банки банка соответственно перестала быть закороченной и саморазряд аккумуляторной батареи прекратился аккумуляторная батарея теперь стоит несколько дней и сама разряда не имеет по этой причине аккумуляторной батареи промывать смысла нет электролит который слился из аккумуляторной батареи будет использоваться повторно при том слил я электролит плотностью 1 и 3 так на банке карандашом и напишу плотность электролита один и ты кто смотрел предыдущие видео тот знает что в этой аккумуляторной батарее когда она пришла ко мне была плотность в некоторых банках 1 24 в некоторых 1 25 и в двух банках 1 21 так вот откуда взялся электролит 1 и 3 все дело в том что я его заряжал именно так чтобы плотность электролита стала 1 и 3 можно ли так сделать можно можно ли зарядить аккумуляторные батареи, которые имеют плотность 1.25 до такого состояния, чтобы электролит был 1.3, можно. Где взялась лишняя кислота? Это растворился технический сульфат из пластин аккумуляторной батареи. И именно этот технический сульфат и поднял плотность всего электролита с 1.25 до 1.3. Зачем мне плотность 1.3? Потому что когда я буду заливать этот электролит обратно в эту аккумуляторную батарею, плотность электролита, как правило, падает. Как правило, если вы заливаете электролит плотностью 1.3, 1.31, она немножко просаживается, впитывается пластинами, смешивается с водой, уходит опять же на технический сульфат и получается у вас плотность где-то приблизительно 1.25, 1.26, 1.27. Так вот, именно потому что я планирую использовать этот электролит повторно, я сделал так, чтобы плотность его была 1.3. Если бы я этот электролит выбраковал, аккумуляторная батарея имела саморазряд большой, я бы лил новый электролит, тогда этой процедуры делать конечно не надо. После того, как электролит слили, соответственно заливаем дистиллированную воду или как я сейчас делаю воду обычную дождевую. Шел дождь, я набрал воды, теперь заливаю эту дождевую воду, она прекрасно заменяет воду дистиллированной. Для восстановления аккумуляторной батареи чудесно подходит дождевая вода. Опять же напомню по поводу дождевой воды. Дождевая вода должна быть собрана не с металлических крыш. Церемониться с заливкой воды не стоит и особой аккуратности здесь не надо. Льем по самую завязку. Вот видно даже как вода поднимается во всех банках одновременно. Это потому, что она перетекает через вентиляционные отверстия внутри крышки аккумуляторной батареи из одной банки в другую. Льем, не стесняемся, до самого верха никакой особой аккуратности здесь не надо. После того, как батарея полностью залита дождевой водой до самого верха, надо сделать один уровень во всех банках. Для этого я просто наклоняю аккумуляторную батарею, сливаю часть воды и у меня автоматически получается одинаковый уровень во всех банках. После этой процедуры батареи надо дать постоять несколько часов, 2-3 часа для того, чтобы питалась вода в пластины. И после этого ставим аккумуляторную батарею на зарядку. Заряжать батарею с залитой дистиллированной водой или дождевой водой. Для десульфатации нужно током 20-30 процентов от номинального, то есть от 10 часового заряда. Батарея 60 ампер часов 20-30 процентов от 6 ампер. Это значит 1,2-1,8 ампера. Можно просто заряжать одним ампером, ничего страшного. Можно заряжать и пол ампера, ничего страшного. Но ток не должен превышать 20-30 процентов от тока 10-ти часового заряда аккумуляторной батареи. Очень часто спрашивают какую зарядку лучше купить для десульфатации аккумуляторной батареи. Так вот в этом видео я принципиально буду заряжать вот таким вот дешмановским китайским зарядным устройством. Стоит такое зарядное устройство по-моему 3 доллара. Характеристику вы его видите. Если вы знаете как это работает, как заряжать и что должно получаться, то зарядить аккумуляторную батарею, а также восстановить ее от десульфатации вы можете даже зарядкой от мобильного телефона. Главное, чтобы вы понимали, что вы делаете и как вы делаете. И никаких там дорогущих зарядных устройств вам для этого не надо. А надо вам всего-навсего подписаться на этот канал и внимательно слушать, что я вам расскажу. Начинаем заряжать и смотрим, что делается внутри аккумуляторных банок. Пластины имеют вот такой вот вид. Сульфат типа как рваный. Рваный, потому что через этот аккумулятор пропускался большой ток, который порвал сульфат. А большой ток, напомню, мы пропускали потому что этот аккумулятор не хотел брать заряд, ни при каких условиях. Так вот, чтобы он начал брать заряд, мы его заставляли это делать большим током. Предпоследняя банка. Как видно, на ней хуже всего сульфат порвался. Последняя банка выглядит вроде как ничего. Но вот предпоследняя банка не радует. Как-то она очень туго поддается этой процедуре. Но будем за ней наблюдать. Ну и это видео, конечно, для тех, кто мне часто в комментариях писал, что сульфат растворить невозможно. Это вещество нерастворимое. Так вот, лично для них сегодня буду поэтапно показывать, как сульфат уходит из пластин. Чтоб больше мне такого бреда в комментариях не писали. Видно, как идет процесс электролиза. Мелкие пузырьки поднимаются. Это разлагается вода на водород и на кислород. Такое вот красивое явление. Вот так вот должна работать банка. Не кипеть, потому что если вы дадите много ток, она будет кипеть. Если она не берет заряд, она будет кипеть. Вот в таком состоянии должна начинаться процедура десульфатации аккумуляторной батареи. И режим должен быть таким, чтобы обеспечилось вот такое вот состояние работы аккумуляторной банки. Не кипит, идут мелкие пузырьки, идет электролиз. Это неизбежно. Но главное, ничего не кипит. 14 часов прошло. Видно, насколько ушел сульфат из аккумуляторных пластин. Опять же, ничего не кипит. Режим должен быть таким, чтобы не было бурного газовыделения. Мелкие пузырьки, ничего страшного. Смотрим в предпоследнюю банку проблемную и видим, что по истечению 14 часов сульфат начал уходить. То есть банка начала сдаваться. Это очень хорошо. Значит процесс таки пошел. Прошло почти полторы суток. Плотность поднялась в банках до 1,1. Напомню, что заливали мы обычную дождевую воду, то есть дистиллят. Но так как сульфат понемножечку растворяется, кислота смешивается с водой и получается у нас уже в банках не дистиллят, а слабый электролит. Ну и также напомню, тех кто подписан и скажу для тех кто попал сюда первый раз, что сульфат перестает растворяться практически при плотности 1,14. То есть когда плотность достигнет 1,14 процесс десульфатации практически остановится и сделать вы ничего не сможете. Продолжение следует...